Вот как раз во взрослом самбо уже появятся такие же спортсмены, как Алис Шлессингер, трёхкратная чемпионка мира. Которая борется за медали высшей пробы. Да. Ну что же, у нас юноши 71 килограмм боролись на третьем ковре. Жаркая очень была у них борьба, очень интересная. Много спортсменов были достойны выйти в финал. Ну вот финал вышел в красной форме Ладо Долоридзе, Грузия и Эдуард Арбузов, Фиасадин. Ну и ещё раз повторюсь, очень интересная была здесь борьба. Долоридзе прекрасно выполняет броски через спину, как вправо, так и влево. И разумеется, бросок через бедро традиционный для грузин он выполнял хорошо и с оценкой на 4 балла. Очень бросковую борьбу. Ну и Арбузов показал подсечку изнутри, боковую подсечку. Вот как раз он её попытался сделать. Бросок через бедро тоже выполнял. Бросок через голову с подсадом. Достаточно разнообразный боролся Арбузов Эдуард. Сейчас хороший захват был на спине у Арбузова, но он упустил. Возможно сейчас опять, обоюдно, обоюдно. О, вперёд-назад, комбинация. Ещё раз комбинирует, но уже вперёд. Сначала он вперёд-назад комбинировал, а потом назад-вперёд. Обмен атаками шёл и очень энергично борются оба самбиста. Оп, вот она подсечка изнутри, под пяточку так хорошо. И здесь надо остановить встречку, потому что развязали шнурки. Форму надо привести в порядок. Да, вот сейчас завяжут шнурки. Самбист в синей куртке, представляющей команде Фиас-1. А в это время на наших экранах грузинский был самбист. А вот сейчас самбист команды Фиас-1. И вот они оба на большом экране. Опять обоюдный такой захват за пояс взяли на спине. И один и другой может бросить через бедро. Ну, смотрите, как поднял, прям просто вот вертит. Вот, вот мы слышим голос с трибун Рудольфа Бабаяна. Да, он говорит, увереннее делай подхват. Согласен, что уверенность... Подсечка боковая, два балла со стойки. Хорошая такая зацеп под пятку снаружи такой был, да? Сергей Еременко, арбитр встречи. Иосиф Иванишич, короватий, боковой судья. Хороший переворот, но уходит с опасного положения Дуралидзе. Два балла ведет Арбузов и предупреждение. И Пауло Сакони, Италия, руководитель Ковра. Обращу ваше внимание на то, что я немножечко говорю, называю судей, не соответствует сегодня не по правилам. Я называю по-старому боковой, руководитель Ковра и арбитр. На данный момент есть... Протокол. Объявление арбитров. Их не называют теперь боковой, они просто судьи. Бригада судей? Да. Вот сейчас была такая целая комбинация технических действий в исполнении Арбузова. Мне понравилось. Который он пытался завершить захватом пятки соперника, так, рукой. Ну вот, смотрите, уже пока мы говорили об арбитрах, на табло у нас 4-0. Полторы минуты до конца встречи. Идет вперед грузинский спортсмен. И попытка... Использует этот натиск синие, попытка броска через голову с подсадом воленью в бедро. Но немножко так неуверенно он выполнил. Может быть, чуть резче надо было. Но в любом случае, он не останавливается в своих действиях. И вот, смотрите, грузинский спортсмен раздергивает своего соперника. Косые захваты на спине, смотрите, как... И зацепку нёс, и сейчас прихватил логу. И на неё же теперь уходит на ущемление ахиллового сухожилия. Очень плотненько сел. Должен сказать, что если стопа гибкая у Юнши в сдаче, то он выдержит. Но вот он не обладал такой гибкостью. Захват был очень плотный. И Эдуард Арбузов, Фиас-1. В весовой категории до 71 килограмма. Завоевывает золотую медаль. Первенство Европы 2023 года. Ладо Ду Лоридзе становится серебряным призёром и из Грузии. Канан Мамадли Азербайджанец и Святослав Димитров. Болгария. Завоевал бронзовую медаль. Кстати, поздравляем болгарскую сборную. И Димитров сегодня хорошую борьбу показывал. Очень распространённая фамилия для Болгарии. Димитров, да? Да. Есть и город. Поздравления тренера. Вот лучшие моменты этой встречи. Самые интересные. Обмен вот атаками был на самом начале. Вот эти вот перевороты, которые привели к получению баллов. Вот здесь уход от атаки. Вот он, попытка броска через голову под садом голенью. И будет у нас вот завершающее действие. И болевой на ногу. Ущемление тела в сухожилии. И сдача грузинского самбиста. Да, вот он себя так рукой... И выход. Солома, стейнер, брюнер. Германия пробилась в финал весовой категории до 65 килограмм у девушек. И её соперница Мирослава Вдовенко. Фиас один. Ну вот, пожалуй, первая германская спортсменка, вообще спортсмен, пробилась в финал этого первенства Европы. Я не припоминаю, чтобы... 2023 года, да? Да, я вот не припоминаю, чтобы за предыдущие три дня кто-то был в финале германцев. Не было. Ну что ж, это тоже достижение. Берёт верхний захват, да, верхний, и можно, да... И бросок, два, 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 три. Хороший бросок. Немножко не докрутило вот так вот, такую ротацию тела, да, такое вращительное движение. Очень так. А если бы чуть-чуть дало бы вот такое вращение плечами, то... Сейчас не надо было бы. Ну и надо сказать, Александр Андриан Каджахару из Румынии, арбитр встречи. Людмила Красильникова. Белоруссия, боковой судья, и Хосе Вилар, Испания, руководитель ковра. Зацеп стопой снаружи, и вновь верхний захват у синий. Смотрите. Там берёт косой захват, как будто бы в России тренировался. Немецкая, самбийская... Косой захват так традиционен для россиян. Да, да. А немецкая спортсменка так уверенно применяет? Ну, я думаю, что Штейн Брюнер, она, скорее всего, имеет корни из одной из стран, наверное, бывшего Советского Союза. Потому что вот так... Туда много переезжает? Переезжало много очень. Спасибо. Бhu. Спасибо. ИНТРИГУ italkиет.